В 2022 году никто не хотел вкладывать деньги в интернет-компании и электронную коммерцию. Но распространение интернета тогда ускорялось, мобильные устройства стремительно эволюционировали. Такое же быстрое ускорение технологий мы видим и на примере Соланы. Здравствуйте, друзья, меня зовут Богатейший Ди, и криптовалютный рынок в 2024 году станет совершенно диким. Это, кстати, генеральный директор компании Секол. Именно он стоит за стейблкоином USDC. И он говорит, что криптовалюта сегодня похожа на интернет и мобильные устройства в начале 2000-х. Иными словами, ее развитие и принятие с каждым годом ускоряется в десятки раз, что неизбежно скажется на рыночной капитализации всего криптовалютного рынка. Разве мы могли ожидать чего-то подобного еще в 2019 году, когда Дональд Трамп написал знаменитый твит «Я не являюсь поклонником биткоина и других криптовалют, которые не являются деньгами, а их стоимость очень волатильна и обеспечена воздухом». В США есть только одна реальная валюта, и она сильна как никогда, и надежна, и безотказна. Это, безусловно, самая доминирующая валюта во всем мире, и она будет оставаться таковой. Она называется доллар США. Сегодня же мы видим последние новости. Дональд Трамп только что запустил новую коллекцию NFT на блокчейне полигона. Привет всем, это ваш любимый президент Дональд Джей Трамп с очень интересными новостями. Две мои последние коллекции цифровых торговых карт Трампа были распроданы за считанные часы. И теперь я возвращаюсь с моей последней серии под названием Макшот Эдишн. Трамп описывает эти NFT как бейсбольные карточки, но в цифровом виде. Он называет их Digital Trading Cards – цифровая торговая карта. Каждая из них стоит 99 долларов. Плюс стоит учитывать низкие комиссии при транзакциях, так как они будут торговаться на блокчейне Polygon. И вот что самое интересное. Я внес важное обновление для всех коллекционеров. Впервые мы создали настоящую физическую карту Трампа. Купите 47 цифровых карт, и мы отправим вам по почте красивую торговую карту. Эта карта представляет из себя подлинный фрагмент костюма, который был на мне, когда меня арестовали. Это был очень отличный костюм. Очень хороший. Мы его разрезали, и вы получите его часть. Я дам автограф на некоторых из этих частей. Это стоит любой коллекции. Это то, что можно подарить вашей семье. Что ж, держатели Polygon в восторге от этого. Но мало кто говорит, что это также хорошо и для эфириума. Ведь для покупки этой NFT коллекции потенциальному покупателю нужен обернутый эфир. Итак, Трамп поддерживает эфириум и Polygon, и не словом, а делом. BlackRock же продолжает готовиться к запуску биткоин-ИТФа. BlackRock биткоин-ИТФ теперь приглашает банки Соул Стрит для участия в их биткоин-ИТФ. Таким образом, изменение структуры предлагаемого спотового биткоин-ИТФа позволит авторизованным участникам создавать новые акции этого ИТФа за счет наличных денег, а не только за счет криптовалюты. Что, по сути, открывает двери для банков, которые не могут держать криптовалюту напрямую по тем или иным причинам. Поскольку жестко регулируемые банки США не могут сами держать биткоины, это позволит таким банкам, как JP Morgan и Goldman Sachs, банкам с одними из самых больших балансов в мире, выступать в качестве авторизованных участников спотового биткоин-ИТФа от BlackRock. И денежные средства, которые они будут инвестировать, будут напрямую конвертироваться в биткоин через посредника, а храниться в кастодиане ИТФа. В данном случае кастодианом выступает биржа Coinbase. Но здесь есть небольшое дополнение. Немного позже вышла просто сумасшедшая новость о том, что банки, в том числе и центральные, смогут законно и официально держать до 2% своих резервов в криптовалюте с 1 января 2025 года. Об этом заявил Банк международных расчетов BAS. Стандарт разрешит банкам держать 2% своих резервов в криптовалюте. Мы говорим о биткоине каждый день, потому что им владеет огромное количество людей по всему миру. К нему проявляют большой интерес сейчас. Как вы думаете, о чем это говорит? Есть несколько вещей. Первое. Цифровые товары останутся. Просто у нас появилась новая вещь. Цифровые товары. И они никуда не денутся. И они будут цениться по-разному. Золото ценится иначе, чем нефть и медь. Так что будут и цифровые товары. Биткоин, в частности, является крупнейшим цифровым товарным активом. И я думаю, что в сознании многих людей, которые вкладывают в него деньги, это актив для хеджирования рисков. Он может коррелировать с количеством денежной массы, но может не коррелировать с фондовым рынком. Таким образом, он не вписывается в рамки старой финансовой системы. И вот, что вы слышите от суверенных фондов, от миллиардеров, от Рея Даллио, от Ларри Финка и других, что они считают, что в сложной геополитической и макроэкономической обстановке биткоин – это тот актив, который необходимо иметь. Но сейчас мы не должны думать о биткоине, как о валюте. Вот пример того, почему я никогда не буду использовать биткоин как валюту. Крипто-инфлюенсер CryptoRover, 610 тысяч подписчиков в Твиттере, приобрел Porsche за 8 биткоинов, когда один биткоин стоил 28 тысяч долларов. Теперь, когда биткоин стоит 42 тысячи, он потерял более 100 тысяч долларов за две недели. Конечно же, сейчас все над ним подшучивают и посмеиваются. Но справедливости ради, он навсегда вписал свое имя в историю, наряду с тем парнем, который продал 10 тысяч биткоинов за пиццу. Если это было его целью, то он гений. Но для меня же биткоин – это больше инвестиция, средство сбережения. Я не хочу тратить биткоин на кофе или автомобиль, но я хочу тратить на это свои стейблкоины – USDT и USDC. Думаю, вы больше относитесь к валютному лагерю, а не лагерю цифровых товаров, учитывая то, чем вы занимаетесь. Да, цифровые доллары являются отличным средством обмена, и интернет умножает их возможности. Это то, что делают долларовые стейблкоины. Они – это огромная инновация. Я ожидаю взрывного роста в ближайшие годы, интернет этого требует. Существует огромный спрос, который будет расти. Но что касается регулирования криптовалют в 2024-м, давай послушаем генерального директора USDC на этот счет. Есть несколько моментов. Первый – это глобальное регулирование по сравнению с американским. В каждом крупном центре финансового рынка по всему миру вводятся четкие правила регулирования цифровых активов из стейблкоинов. Гонконг, Сингапур, Япония, Великобритания, Евросоюз, Объединенные Арабские Эмираты. Вы можете посетить эти места и убедиться, что они занимаются регулированием криптоактивов. А вот Соединенные Штаты отстают. В США регулирование разделяется на три блока. Первый блок – рынки и способы регулирования рынков. И там идет буквально политическая война. Второе – стейблкоины. Здесь у нас наблюдается политическое согласие. Регулирование стейблкоинов – это вопрос, когда, а не если. И третье – незаконное криптовалютное финансирование, например, терроризм и так далее. Здесь у нас двухпартийное противостояние. Это и есть три основных компонента регулирования криптовалют в США. Теперь, что касается крипторынков, которые, как мне кажется, привлекают наибольшее внимание. Здесь есть фундаментальные разногласия между агентствами SEC, CFTC и Конгрессом. Очевидно, что прелесть американской системы в том, что у нас есть три ветви власти. И сейчас они пытаются понять, как с этим справиться. Кроме этого, генеральный директор SEC сравнивает то, что делает Solana сегодня, с тем, что делал Amazon в 2022 году. Очень много всего строится. Крупные финансовые институты, такие как BlackRock, Fidelity и другие, работают над созданием институциональных инвестиционных платформ. Мы видим очень значительные средства, инвестируемые в криптовалютную инфраструктуру сегодня. Это похоже на период после лопнувшего пузыря даткомов, когда вначале никто не хотел вкладывать деньги в интернет-компании и электронную коммерцию. Но затем широкополосный доступ в интернет был изобретен. Мобильные устройства были открыты. Вся инфраструктура была создана для того, чтобы технология стала очень удобной и полезной. Поэтому я думаю, что сейчас происходит некоторое подобие и в криптом мире. Мы наблюдаем быстрое технологическое созревание. Вы видите это на примере огромного ралли Соланы, которая, если вы не знаете, позволяет быстро и относительно просто использовать блокчейн. У нас есть институционализация криптовалюты и регулятивная ясность, которая возникает благодаря ей. Он говорит о широкополосном доступе в сеть интернета, который был изобретен в начале 2000-х и привел к взрыву интернет-компаний и электронной коммерции. Это забавно, потому что, например, Селестия интегрируется с Polygon SDK в начале следующего года. Это позволит использовать Селестию для быстрого и безопасного доступа к данным. И это действительно принесет пользу сети Polygon. Ведь в заявлении утверждается, что комиссии за транзакции могут быть снижены более чем в 100 раз, если Polygon станет хранить сжатые данные о транзакциях на Селестия вместо эфира. Но самое важное, особенно в связи со сравнениями генерального директора Секол, это то, что эта интеграция, как говорится, учредитель полигона Сандип Найлвал, является моментом широкополосного доступа к веб 3.0. Буквально то, что было 25 лет назад, это фактически изобретение широкополосного доступа к интернету в 2000-х. А это означает, что криптовалютная индустрия уже в начале следующего года может перейти на более высококачественный регулируемый эволюционный уровень. Меня зовут Богатейший Ди, и мы с тобой увидимся в новых видео. До скорого!